Сегодня наша передача «Вопросы и ответы» будет посвящена вопросам подписчиков вашего канала. Прошу ответить на один из наболевших вопросов. Уважаемый Виктор Вячеславович, что вы можете сказать о человеческом капитале и как сегодня используются его возможности в Казахстане? Спасибо за вопрос. Да, человеческий капитал сегодня занимает одно из важных мест в развитии всего человечества. Это я прекрасно понимаю и, наверное, это будоражит умы многих наших граждан. Хочу отметить, что сегодня три страны в мире, Сауновская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация добывает примерно одинаковое количество нефти и выставляет их на рынок нефтепродуктов и только в Соединенных Штатах Америки доля внутреннего валового продукта США, доля нефтепродуктов составляет всего один процент. В Саудовской Аравии мы прекрасно понимаем, что это 90% экспорта идет от нефтепродуктов. Примерно такая же ситуация, чуть поменьше, в пределах, наверное, 40% Российской Федерации идет нефти на экспорт от общего объема выпускаемой продукции. И хочу подчеркнуть, что основная часть экспортной продукции Соединенных Штатов Америки происходит из сектора знаний, из сектора образованности, из сектора предпринимательства. То есть, это тот сектор, который использует человеческий капитал и выдает наукоемкую продукцию, ну, в частности, компания Apple, тот же Илона Маска, который сегодня весь мир хочет опутать паутинкой интернет, бесплатным интернетом. То есть, налицо та наукоемкая продукция, которая сегодня намного превышает сырьевые все ресурсы, которые добываются в этой стране. А у нас, в Казахстане, к сожалению, ситуация сегодня плачевная, я бы так сказал. Почему происходит это именно у нас, в Казахстане? Потому что сегодня нет конкуренции. Ни в политическом плане, ни в демократических процессах, ни конкуренции в образовательном комплексе. А одним из важных факторов привлечения и использования человеческого капитала является, конечно, образование. Образование – это круглый камень. А если у нас в образовательном бизнесе, я так скажу, нет никакой конкуренции, то, естественно, выходят специалисты, которые прошли образовательный комплекс, обучались у преподавателей, которые неконкурентно способны сами, неконкурентные. И отсюда все наши казахстанские беды. Но получить образование – это одно. Но получить от этого образования соответствующие дивиденды для государства – это обязательные условия человеческого капитала. То есть люди, которые получили образование, они должны иметь рабочие места. Они должны иметь возможность открыть свое производство. Они должны иметь возможность получить финансовые ресурсы для развития производства. Они должны понимать, что государственная правовая система, она защитит этого человека. Но Назарбаеву и его команде сегодня образованные люди не нужны. Хотя, ну, Султан Назарбаев отправляет за рубеж определенное количество молодых людей по Балашаку, программы Балашак. И люди, возвращаясь в Казахстан, в соответствии с контрактами, подписанные с правительством, они обязаны вернуться по окончании высшего учебного заведения за рубежом. В противном случае будут уплачивать стоимость обучения государству, но не находят в себе применения. И спрашивается, нужно ли было тратить такие большие расходы на получение зарубежного образования, когда человек, возвращаясь назад, не получает соответствующего отношения со стороны правительства, со стороны государства. и вынуждены уезжать в другие страны для того, чтобы зарабатывать себе на содержание себя и членов своей семьи. Поэтому самое главное в человеческом капитале, который будет работать на экономику Казахстана, не только Казахстан, а в каждой, в любой стране, это единое правило, и все живут по этим же законам. Самое главное, я сказал уже, получить образование на мировом уровне, применить это полученное образование у себя в стране, иметь возможность создать соответствующее производство. Ну, хочу подчеркнуть, что не из-за того, что какие-то связи есть у этого человека или у родителей этого человека, или есть какие-то финансовые возможности, но задача правительства, задача государства создать одинаковые стартовые условия и дать возможность этим людям, получившим соответствующее образование, доступа к финансовым ресурсам и иметь, конечно же, в этом государстве фондовую биржу, куда могли бы эти бизнесмены, эти производственники разместить свои акции компаний и которые бы участвовали в том большом рынке, финансовом рынке всего мирового сообщества, должны иметь возможность подключиться к глобальным рынкам экономики. И это все задача правительства, задача государства. И если то правительство, то государство, который создает все необходимые условия для этого, то человеческий капитал, который был вложен в того или иного гражданина этого государства, не заставит себя долго ждать. Продукция, которая будет выпускаться, она будет конкурентоспособная. Эта продукция пойдет на экспорт. И, естественно, я лично вижу, что сегодня с учетом того, что система, которую разработал за 30 лет и внедрил в Казахстане Нурсултан Назарбаев, а сегодня Татакаев продолжает эту политику, государственную политику, она уже достигла своего предела. Дальше она уже развиваться не может. И это мы прекрасно видим. Назарбаев узрупировал власть в Казахстане. В связи с этим были приватизированы все государственные институты. Государственное образование перешло в частные руки. Был создан фонд, который назвали именно Назарбаева. фонд возглавила дочь Нурсултана Назарбаева, Динара Кулебаева, Тире Назарбаева. И все, что сегодня в образовательном комплексе творится, все связано с именем Назарбаева. И отсюда все проблемы и вопросы, которые возникают в этом образовательном бизнесе Республики Казахстан. Я понимаю, что это очень высокодоходный бизнес, который дает семье соответствующие дивиденды и возможности управлять всем образовательным комплексом и мозгами Республики Казахстан в связи с этим. И думаю, что если наш умный народ Казахстана, который прекрасно понимает сложившуюся ситуацию, и если мы сможем создать условия соответствующие для развития личности, всесторонней личности, конкретных людей, конкретных профессий, энергетиков, инженеров, транспортников, авиационщиков, нефтяников и так далее, то это будет достойная смена тому поколению, которое уходит сегодня в историю. Но для этого нужно приложить максимум усилий для того, чтобы этот режим в конечном итоге либо изменился, либо ушел в историю. И у человеческого капитала нашей страны сегодня огромные возможности. Я уверен в этом. И если правительство повернется лицом к использованию человеческого капитала и создаст все необходимые условия, а они таковы. Великолепное образование, возможность подключения к финансовым институтам, защита государства, всех граждан, которые сегодня работают в секторе экономики нашей страны, создание условий для возможности производства конкурентоспособной продукции, которая основана на знаниях. Но это не нужно нынешнему руководству Республики Казахстан, и мы все прекрасно знаем, почему это. Высоко образованные люди, конечно, имеют высокий уровень самосознания, а высокий уровень самосознания, конечно же, требует выдвижения политических требований по отношению к власти. Первое, это свобода слова, свобода собраний, это рабочие места, которых сегодня хватает в Казахстане, это создание условий для отдыха трудящихся и так далее, и так далее. И все эти политические вопросы, конечно, нынешняя власть уже не в состоянии решить, поскольку они находятся в тупике, в ступоре, так сказать. И я вижу выход из этой ситуации, дальнейшее повышение внутренне валового продукта на использование именно человеческого фактора. И если правительство под натиском прогрессивных сил Казахстана в качестве ДВК, можно привести пример, сможет создать все условия в Казахстане, то народ у нас талантливый. Появятся, конечно, замечательные учителя, врачи, певцы, педагоги, режиссеры, энергетики, железнодорожники, авиаторы, которые будут себя чувствовать комфортно, уверенно и будут создавать благо для всех казахстанцев. К сожалению, вынуждены констатировать, что многие выдающиеся наши ученые, певцы, инженеры добиваются успехов только за рубежом, а не в Казахстане. в Казахстане. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.